Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Harddress от NFI, перед нами Xiaomi Redmi Note 11 и сейчас мы с вами настроим дисплей данного устройства, чтобы он был плавнее и так дальше. Для этого, зайдя в настройки, выбираем пункт экран. И в пункте экран, во-первых, мы можем настроить яркость, а также можем здесь включить автонастройка яркости или дневной режим. Дневной режим это такая функция, которая позволяет нам включить просто максимальную очень сильную настройку яркости. Яркость будет прям слишком слишком сильной, но у этого режима есть некоторые минусы. Во-первых, если яркость слишком сильная, то вероятно ваши глаза будут сильно повреждаться и телефон будет быстрее разряжаться. Я вам не советую им пользоваться, а вот автояркость можем включить. Благодаря ней яркость на нашем телефоне будет регулироваться автоматически в зависимости от окружающего освещения. Включая режим чтения, вы можете спокойно читать электронные книги, ваши глаза не будут уставать и не будут ухудшаться из-за слишком яркого и светлого экрана. В цветовую схему я вам советую выбрать пункт или яркий, или насыщенный. Вы видите, как здесь все меняется, мне в принципе больше нравятся насыщенные цвета, так что я их оставлю. Можете выбрать себе здесь вручную цветовую схему своего телефона, вы прям видите, как у меня все меняется. Давайте я выберу насыщенный, а здесь давайте я выберу стандарт. И возвращаемся. Дальше переходим к частоте обновления кадров. Смотрите, здесь есть два варианта. Высокая или средняя частота обновления, или даже низкая. 60 Гц. Наш экран будет не такой плавный, как, к примеру, при частоте обновления в 90 Гц, но благодаря этому наш телефон будет дольше держать заряд батареи. Если вам в принципе не важно батарея, а важно, чтобы телефон был плавным и приятнее, включайте высокую герцовку, тогда ваш телефон, ну вы можете здесь увидеть разницу, будет намного плавнее. Дальше переходим к размеру текста. Здесь теня в ползунок вправо или влево, мы можем поменять размер текста. Можем настроить VR-режим, а также автоповорот экрана. Также в пункте активный экран и блокировка. Здесь можно настроить активный экран, когда наш телефон заряжается, чтобы у нас показывался на экране заблокированном время или другие виджеты, которые вы сюда хотите добавить. Вот здесь вот есть разные из них. Можем настроить, будет ли у нас включаться экран, когда мы получаем уведомления. Я выбираю пункт нет, чтобы телефон медленнее разряжался. В пункте спящий режим выбираем время побольше и в принципе на этом моменте мы будем заканчивать. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!